Дорожная полиция Если в двух первых случаях все в буквальном смысле находится в наших руках, то в последнем автомобилиста спасет только повышенная осторожность и концентрация внимания. Чтобы избежать аварийных ситуаций, надо снижать скорость, увеличивать дистанцию в несколько раз, чем это делается на сухом асфальте, избегать резких нажатий на газ, отпускать газ тоже нельзя резко, и также избегать резких поторможений и поворот руля. Особенно осторожными рекомендуется быть ранним утром за городом, а также рядом с лесистой местностью и водоемами, где образование ледяной корки наиболее вероятно. Поскольку эстонский климат постоянно подстраивает автомобилистам каверзы в виде льда, снега и дождя, то помимо обязательной смены летней резины на зимнюю, водители должны пройти курс так называемого зимнего вождения, чтобы освоить базовые навыки вождения в условиях скользкой дороги. Для начинающих водителей, которые окончили автошколу, в течение двух лет им обязательно надо пройти этап заключительного вождения, то есть по скользкой дороге. Там учат основным принципом, как избегать этих ситуаций, но цель основная этих курсов то, чтобы показать человеку, что не надо доводить до такого состояния, когда машина начинает скользить. Зимнее вождение на ледовом покрытии необходимо сдать в течение первых двух лет после получения первичных прав. В противном случае, если их срок закончится, придется пересдавать экзамены заново, поскольку по новому закону продлевать статус зеленого листка теперь нельзя, а для получения основных прав требуется сдача зимнего вождения. Впрочем, в условиях местного климата это требование вряд ли можно назвать лишним. Продолжение следует...